Город это те же джунгли. Вот, в принципе, я проложил свой маршрут через почту, и на почте нам пришли вот такие вот мини-компаса-таблетки, которые, я рассказывал, разведчики при необходимости могут проглотить, чтобы спрятать их в своем желудке. Их несколько штук получат у меня в подарок ребятишки, которые приходят на тренировку, несмотря на злостную погоду. Ну что ж, сориентировались на местности, примерно определили, где находится ваш дом. То есть город это, по сути, та же гора, это дом, сильный лес, это вот, например, соседний дом, через который ничего не видно. И таким образом вы можете потренироваться, прокладывать маршрут и ориентироваться, то есть откуда у вас была точка отправная. Раньше, вон еще, ребятишки голубей гоняли, ловили. По сути, те же звери, да, но они более простые. То есть, видите, вы можете прямо к ним вплотную подойти и чуть ли не рукой погладить. Ну все, всех погнали, погнали, все разлетелись. Самый простой и часто встречающийся зверь в наших городских джунглях. А это, кто не помнит алоэ, оно обладает ранозаживляющим эффектом. Внутри у него очень полезный сок для нашего организма. Вот он выделяется. И когда я в детстве палец порезал, мне бабушка такой прикладывала. Раньше у всех рос на окошке. Человек он не опасен. Вдобавок, там из него делают какие-то отвары, там что-то полоскать, прикладывать к разным местам. У него небольшие колючки. Но с учетом развитой медицины, конечно, я лучше приложу йод, чем лист алоэ, да. Или промою рану перекисью, если она есть. Чем заморачиваться с народной медициной. Вот вам к чему готовится стоматологическая поликлиника. Постричься тоже не смог. Зато, блядь, алкашки открыты. Так сказать, бухай и не парься. Ужас. Итак, в процессе похода вы можете проложить маршрут через вот такие спортивные площадки и устроить себе небольшую эстафету. Также вы можете сделать какие-то необычные находки. Как я, например, вот эту зажигалку. Сначала она просто искрила. И я вас учил, как от этих искр получать огонь. То есть, по сути, это тот же кремний, только вы не ножом по нему чиркаете, а здесь есть специальное колесико ребристое, которое само чиркает и поджигает для вашего удобства газ. Если газа нету, то вы можете потренироваться, сделать какой-нибудь пух, вату и попробовать зажечь от него. То есть, по сути, тоже разведение огня, но только путем вот необычных находок таких. Кому-то, может, повезет. Я вот пока по дороге шел, нашел уже 15 рублей. Зайду потом в магазин, куплю какой-нибудь вкусняшки. А это мы нашли швейную машинку Подольск. Вот такая она винтажная, старинная. Мне ее прям отдали, ее несли прям при мне на помойку. Вот, и отдали мне. Вот, то есть, довольно она такая красивая, антуражная. Не знаю, я люблю старинные вещи. Даже в наше время они вот встречаются еще. Смотрите, она прям красивая, она как блестит, как какой-то старинный механизм такой. Все работает, крутится, переключается. То есть, все эти привода. Собственно, у меня есть два дизайнера, которые сейчас в Москве занимаются элитной мебелью. И начинали они здесь вот сначала Дзержинск, потом Нижний. И они прям выходные уезжали по разным деревням, по помойкам. То есть, искали всякие там чемоданы, подобные вот вещи, мебель. Потом мы реставрировали, окрашивали ее и оформляли студии. То есть, на заказ делали, ну, то есть, черпали, так сказать, материал на старых задворках. То есть, ну, что ж, мы пойдем дальше путешествовать по городу. Надеюсь, вы с нами.